Всех приветствую на своем канале, с вами Эстерн. В Девлоге как раз набралось материал для анализа Антерна 4.0. Будем брать во внимание только ключевые моменты. Итак, начнем с первого видео. В глаза сразу бросается панель управления, чем пользуется разработчик. Записывает он с помощью OBS Studio. Также у него имеются программы как Origin, Steam, Photoshop, Adobe Illustration и всякие разные программы. Нас интересует больше движок, на котором будет строиться Антерна 4.0. Это, как мы видим по иконочке Unreal Engine. И, скорее всего, это будет четвертая версия. Вернемся снова к видео. На первом видео мы видим демонстрацию стрельбы. Мы уже лучше можем разглядеть полет пули, услышать звук гильз и, конечно, увидеть их. Графен на уровне 2005 года, поэтому ничего не скажу, но смотрится красиво. Также изменилось положение рук и окружающей среды. Небо и плавные переходы коридоров и других объектов. Ну что, пацаны, сейчас бы оптимизация по такие пули, да? Но, в принципе, эти видео уже обсосали все ютюберы, поэтому давайте закончим со вторым и перейдем к физике. На втором видео показан вид от третьего лица. Немного пытаются сгладить модельку главного персонажа, но это выглядит не очень. Стрельба оставляет следы на стене, остаются пустые магазины на земле и видим незначительные рикошеты от пули. А также мы можем двигать камеру во время стрельбы, что очень неплохо. Переходим к демонстрации движений и физики. В третьем видео нам показывают, как двигается персонаж, а вместе с этим движение элементов одежды. В нашем случае шнурки капюшона. Изменился прицел, видимо у каждого оружия будет свое перекрестие. А также переработали анимацию прицеливания, приседа и положение лежа. Далее слышим приятные шаги и изменение темпа шагов. Также есть плавные прыжки, опять же стрельба. И самое интересное, теперь когда вы подбегаете к стене, оружие не торчит через текстуру, а персонаж просто его приподнимает, когда вы подходите к стене. Ну и всякие мелочи, типа плавного передвижения режимов стрельбы. Самое крутое, то что бы я мог выделить из этого, это то, что здесь показали наведение камеры на ноги и изменение положения в полете. Теперь можно прыгать как в матрице. Смотрится очень эпично. Забыл упомянуть про тени и многослойность одежды. Теперь все идет как у людей. Толстовка, под ней футболка и так далее. Ну и последнее видео демонстрирует нам получение повреждений и анимацию, когда в нас попадает пуля. В принципе на этом все. Вся демонстрация заканчивается. Думаю релиз еще будет не скоро. Ну а с вами был Эстерн. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok